Здравствуйте! Вы смотрите новости Первоуральска в студии Елена Цивилёва. И прямо сейчас я расскажу о главных событиях этого дня. На Урале стали известны имена первых 100 бальников по результатам ЕГЭ. Наивысшую оценку получили 90 школьников, которые сдавали экзамен по географии, литературе и химии. Среди них есть и Первоуралочка. Участники ЕГЭ по химии успешно справились даже с самыми сложными заданиями, требующими определить продукты электролиза и составить уравнение реакции. Двое Первоуральцев получили за этот экзамен по 99 баллов. В ходе испытания по литературе ребята продемонстрировали навыки анализа художественных произведений. Одна Первоуральская выпускница сдала экзамен на 100 баллов. В ЕГЭ по географии у выпускников проверили знания общегеографических закономерностей. Отмечается, что сейчас число 100 бальников уже превышает показатели прошлого года. При том, что результаты известны лишь по итогам первых трех экзаменов. Кроме того, еще 700 уральских школьников получили 80 баллов и выше. Уральские медики призывают горожан быть аккуратнее. Ежедневно в травмпункт обращаются от 15 до 25 человек с присосавшимся клещом. И количество пациентов не уменьшается. Специалисты рекомендуют первоуральцам при выходе на природу быть бдительными, надевать защитную одежду, под которую не сможет проникнуть клещ, либо использовать репелленты. А в случае обнаружения присосавшегося клеща, не паниковать и обязательно обратиться в травмпункт. Если такой возможности нет, можно удалить паразита самостоятельно и направить его для исследования на энцефалит и боррелиоз. Медики напоминают, самая надежная защита и была и остается вакцинация, которая проводится круглогодично. Руководить это искусство. Его первоуральцы оттачивают в мастерской лидерства. Это одно из мероприятий конференции, в которой участвуют управленцы. Какие задания они получают и справляются ли, узнали мои коллеги. Они понимают друг друга с полуслова и даже с закрытыми глазами. Так вслепую здесь оттачивают навыки командной работы. В числе заданий натянуть веревку таким образом, чтобы получить идеальный шестиугольник. Во главе угла здесь слаженность и умение взаимодействовать. Конечно, важно каждому мастеру чувствовать свое развитие. Поэтому этот конкурс как раз помогает определить вот этот потенциал лидерский. Для того, чтобы посмотреть, какие еще можно сделать для себя выводы и упражнения, и шаги, для того, чтобы достичь более высокого карьерного роста. Их карьерный рост уже начался. Вся в конкурсе управленцев участвуют мастера цехов Первоуральского новотрубного завода ТМК. Задания, которые со стороны кажутся игрой, на самом деле имеют практический смысл. Например, нужно решить вопрос нехватки кадров или предложить идеи, которые затем помогут улучшить производство. Выступления оценивают эксперты по нескольким критериям. Это лидерство, это увлеченность. И в них входят подкритерии, так скажем, как они проявляются. То есть это нецеленностный результат, например, как вовлекается команда, как распределяются роли в команде. Значит, вот эти все в совокупности критерии дают оценку. Судя по предварительным результатам, достаточно хорошо показывают себя участники. Конкурс управленцев проводят в рамках молодежной научно-практической конференции, в которой участвуют металлурги. Участвую, потому что это мероприятие очень интересное, молодежное, что-то новое. Хочется попробовать себя в новой роли. То есть это хороший опыт. И посмотреть на себя со стороны, и оценить. Оценки и конкурсы – подготовка к Международному форуму «Горизонты», на который съедутся представители металлургических предприятий со всей России. Он пройдет в сентябре в Сочи. Первоуральские металлурги тоже планируют участвовать. И, конечно, рассчитывают на победу. Екатерина Сердитых, Алексей Вербицкий и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Первоуральцы стали серебряными призерами Всероссийского Кубка Чистоты, а также бронзовыми в евразийском зачете среди 4 тысяч команд. «Морские тигры» – так назвали себя наши экволонтеры – собрали почти 700 килограммов отходов на Чистых Играх. Главная причина нашего участия в Чистых Играх в том, что мы здесь родились и хотим сделать наш город чище. Участвуя в играх, мы всегда рассчитываем на победу. Мы считаем, что экволонтерство – это одно из главных и полезных занятий, которым должен заниматься любой человек. Первоуральцы участвуют в евразийском зачете во второй раз. В прошлый был осенью, тогда «Морские тигры» заняли лишь восьмое место. На этот раз по состязации ездили на берег реки Сеть в столице Урала, где обогнали ближайших соперников на своей площадке более чем на 400 килограммов. Всероссийский и евразийский зачеты проходят в онлайн-формате. Организаторы получают информацию с мест проведения эко-квестов и подводят общие итоги. Солнце русской поэзии и наше все. Первоуральцы присоединились к празднованию Пушкинского дня. Интересными фактами из жизни классика готовы поделиться в одной из библиотек. Там подготовили выставку и провели интерактивную викторину. В этой библиотеке Пушкину подчинено, если не все, то многое. К примеру, здесь увесистый бюст поэта, который, кажется, немного задумался в поисках новой рифмы. А это уже портрет солнца русской поэзии, подаренный учреждению одним из читателей. Из 49 тысяч книг больше 300 за авторством Пушкина. В день рождения поэта в его честь устроили выставку. Выставка будет достаточно интересна для читателей, хотя бы потому, что здесь представлены не только одни из новинок о биографии Пушкина, это то, что мы закупали буквально вот в последние годы. Здесь представлена самая интересная информация о его лицейских годах, о личной жизни Александра Сергеевича и варианты книг разных форматов художественных произведений Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день России и Международный день русского языка отмечаются 6 июня. Со дня рождения поэта прошло ровно 225 лет. Специально к празднику в Первоурайске устроили интерактивную викторину. На каждый ее вопрос нужно дать ответ, выбрав из трех вариантов. Под каким псевдонимом писал Александр Сергеевич Пушкин? Тоже из трех вариантов нужно выбрать правильный ответ. Вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, его произведения, какие-то моменты его жизни. Всего в такой викторине полтора десятка вопросов на знания, биографии поэта и, конечно, его творчество. Ответить на некоторые не так-то просто, признаются те, кто решил поучаствовать. Легкий вопрос – это то, когда Пушкин родился, где родился, а сложный – это художник, который его увековечил. Но факты некоторые можно знать из школьной программы. Участвуют в викторине и те, кто школьную программу проходил довольно давно. Ну, в общем-то, школьная программа, да. Русский поэт – надо знать. Надо знать историю, надо знать свою литературу. День рождения Пушкина отмечают сегодня и возле инновационного культурного центра. Например, в честь классика устроили поэтический квартирник под открытым небом. И вот такой формат уличного квартирника мы стараемся сохранить и сохранить вот эту душевную атмосферу. И с волонтерами сохранять культурные, исторические наши традиции. Желающие читают публике свои любимые произведения за авторством Александра Сергеевича. Лишнее доказательство тому, что классика не устаревает. Спроси практически любого прохожего. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я вас любил. Любовь еще, быть может, душа моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не теревожит. Я не хочу печалить вас ничем. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Кругом интерес к Пушкину только растет, говорят у строителей торжеств. Почему? Ответ у каждого свой. Возможно, от того, что поэт делится с читателями переживаниями, волнующими душу. А душа, как известно, вне времени. Алексей Вербицкий, Петр Спиридонов. Новости. Первый Уральск. На сегодня это все новости. О других интересных событиях сообщайте нам по телефону 64-9292. А также посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. На этом у меня все. С вами была Елена Цивилева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин